фигура шина на кукурани сто сорок девятый эпизод коизоми-кун, вы понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ха-ха-ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Эмоциональное, но в хорошем плане происходит, а не в плохом. Все, все на них написал детский перевой ручкой. Жутко радостно, что наконец появились те, кто понял его исследование. Он писал и писал, с неохотой прерываясь на сон. Их растоптали, оставив грязные отпечатки. Все равно, что по сердцу деда прошлись. Не знаю, мне ли это предназначалось, или он убеждал самого себя. Да мне вливать, какая там аранжировка. Я говорю, какое у меня впечатление от мелодии. Дед повторил то, что говорил постоянно. Но я знала. Бог всего лишь играет с людскими судьбами по своей прихоти, никогда не спасая по доброй воле. Он наградил деда унижением за весь многолетний тихий труд. И он же все время безжалостно поломал мне ни в чем не виноватой жизнь. Дед повторял свое утешение, но я-то знала. Бог есть. Тот, в кого верит дед, есть по правде. Однако боги не знают жалости. По своей прихоти они дают участь, который не заслужил, унуждая называть ее испытанием. Разумеется, деду жестокую правду я не могла сказать. Я вновь обратился к богу. Как в ту грозу желаю узнать лишь одно. Почему? Почему ты не даешь стараниям труду деда получить заслуженное признание? Дед сказал мне прибрать чашки с чаем, он сам соберет бумаги. Молча кивнув, я поставил чашки с остывшим чаем, из которых не отпили ни одного глотка обратно на сервировочный столик. И покатил я его к двери. Деда кликнул. Дверь закрой, быть добра произнес он. Я и так всегда закрываю за собой дверь. Напоминает ни к чему. Но раз дед того захотел, я помолчав, закрыл ее за собой. Не успел отойти далеко, толкая столик перед собой, как услышал о всклипе деда, прорвавшийся из-за закрытой двери. В глазах снова набухли слезы. Печаль, досаду и даже зло чувствовал я на свою ничтожность, бессилие, по-моему, чем-то деду, несмотря на то, что была к нему ближе всех. И тут мокрые щеки обдал несказанно свежий ветер. Он был из приоткрытого, чтобы проверить этот дом. Окошко. Занавески Ка мягко колыхалось. Снаружи пели вечерние цикады, хигураши. Слыша их я, капля за капля успокоилась. Если бы я могла своим плачем облегчить деду ускорб, я бы не устала лить слезы. Но на деле по-другому. Наоборот, может быть, именно мой плач лишил деда сил держать слезы в себе. От меня ему никакой пользы. В памяти всплыл тот день. Тот, почему я сейчас жива. Если бы дед не примчался на помощь, я бы, наверное, закончил свои дни в углу туалета куском мяса форма еще напоминающим человеку. Дед уберег меня от того. Вернул мне потерянные права. Право ходить, право стоять на ногах, право носить одежду, право питаться, право говорить, право мыслить. Короче, вернул право жить человеком. Дед немедленно сразу после звонка взялся за дело. Нашел мой дом, узнал, в какой приют меня отдали, с трудом пробившись через чиновичью писанину и спас. Конечно, и в то время дед посвящал всю свою жизнь следованию. Я наставил его на время, чтобы спасти меня, про кого прежде даже не слышал. Я поклялась вырвать сердце и отдать деду, коли он захворает, но дед на сердце не жаловался. А значит, сердце ему не надо, но сейчас он нуждается в кое в чем не менее важном. И это из всего мира могу дать ему одна я. О, бодрая музычка. А ладони сами сжались в кулаки и крепко стиснулись, так что ногти врезались в кожу. Наконец-то я поняла, что делал с подаренной мне новой жизнью. Жизнью Токана Мия. Ага, вот оно что. Вот зачем я появилась на свет. Вот оно предназначение Токана Мия. А лябда любит волю. Считая себя понимавший величие деда на деле, я не знал о нем ничегошеньки. Чтобы по-настоящему помочь деду, нужно достичь его высоты. Все науки ведут деду. Нет таких, на которые можно махнуть рукой. Только прилежной учебой я могу помочь деду не еще больше. Победитель. О, уже голос выросла. И этого мало. Мало, ничтожно мало. Да той, кто сумеет помочь деду, путь еще очень долгий. Мало, ничтожно. Чего еще не хватает, чтобы познать хиномензавский синдром от и до и по-настоящему помочь деду. Нет нужды ни в уступках, ни в оправданиях. Высоты, к которым стремлюсь я, намного выше и неприступнее. Мало еще. Всего у меня мало. А на курснике вижу полные идиоты. Меня от себя королями жизни, лишь потому что поступили сюда. Университет нужен только за тем, чтобы дать мне нужные знания. Если эта самопрозглашенная лучшая академия кажется неспособной меня обучить, сдалась она мне. Спасибо. Да, мир паразитов — мир неизведанный. Нет, невежественный. Невежественный мир, где Бал правит предубеждение, что паразиты не могут управлять человеком. И эти невежды смеялись над дедом, попирали саму его жизнь разбросанную по полу. Это немножко сложно сопереживать, типа... Типа, дед, мужик хороший, но холли кринж, да, как говорится. То же самое с Ирией. Субтитры создавал DimaTorzok Всего лишь выучиться еще мало. Нет смысла в том, чтобы работать вместе с дедом. Надо с дедом-отшельником в своем доме. Я не пренебрегла способами заполучить поддержку недостающую деду. Его исследование не достигнет своего завершения, кончившись на бумаге. Мне понадобится помощь многих людей для обнародования его, для признания и получения дедом подлинных почестей. Я думаю, что это не только для обнародования его, но и для обнародования его. Продолжение следует... 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 При виде ящика для пожертвований, с чего-то захотелось сбросить туда монеток. Однако пожертвования приносят, надеясь на божественное благоволение. А я не доверяю свою судьбу Богу, поэтому подносить деньги незачем. В конце концов, я сорву с него личину. Однако до поры до времени, пусть у Яшара сама побудет Богом, не жалко. Что ж, тогда почти милый разок. Хи-хи-хи. Я достал из кошелька завалявшуюся 10-иеновую монетку, чувствуя себя чуть ли не войну объявляющей. Монетка в 10-иен, поднятая в той будке, изменила ход моей жизни. А, ну да. Не упадя она там, и, наверное, мой жизненный путь подошел бы к концу. Я, впрочем, вращался вовсе не к Богу этого храма. А, ну да. И наше исследование в этой земле принесет деду славу и сделает его Богом. Я пинком сброшу местное божество с его трона и превзойду Богу. Скорее, стало им, типа, держима. Но, на, возвращай тебе занятую тогда монетку. Теперь долгов на мне нет. А проценты! Держись за свой трон, дающий тебе и дальше цепляться к людям, испытывать их. А я теперь поведу против тебя борьбу, чтобы сбросить с него пинком. Я бросил десятияновую монетку в ящик для пожертвований, возвращая Богу в замену должиным. Тогда... Я не сразу сообразил, что происходит. Монетка, запущенная в ящик для пожертвований, должна была по дуге упасть внутрь. И все же... Как объяснить, что вышло иначе? Я не промазал. Какое там... Да кто умудрится не попасть монеткой в ящик с пары шагов? Не в том дело. Не в том. Просто монетка, словно лист, попавший в невидимые тенета, зависла в воздухе. А потом, словно ее кто-то швырнул обратно, отскочила к моим ногам. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Казалось, словно ящик для пожертвований. Отверг мое. И то верно. Пожертвования делают с почтением к богу. Я же швырнул туда непочтение. Скорее уж, вызов. Получается, это... Я дернулась. Думала, я здесь одна. Но когда понимаю, что рядом совершенно неощутимо кто-то был еще, тут любовь дрогнет. Когда же девочка там оказалась? Она была изначально... Ну, сейчас посмотрим. Я надеюсь, будет как вынимая. Она словно вышла из храма. Девочка, от которой веяло чем-то таинственным, незаметно для меня появилась по ту сторону ящика для пожертвований. При виде наряда мига, тут же подумаешь, она несомненно связана со святилищем. Естественно, мне пришла эта мысль. Однако, какая-то часть разума не пожелала остановиться на том. А что подумала она? Подумала она. Если девочка не связана со святилищем, а оно и есть. Подумала потому, что глаза девочки не отрывно следили за моими. Нет. Враждебно щурились. Рот сам собой скривился дерзким оскалом. Я решила... Она слышала брошенное мною в уме. Вызов богу. И потому так гневно уставилась. И не вопрос. Утверждение само вырвалось из арта. Девочка не кивнула и ничего не промолвила. Но я увидела в ее безмолвные подтверждения. Для чего же противоречивое чувство? Я отрицаю местное божество и бросаю вызов ему. Но при этом нисколько не сомневаюсь в божественности этой девочке. Девочка молвила. Я сейчас тогда говорила про себя. Другим не говорила. И слова эти не взяты откуда-то. Потому в обычных условиях я бы не сумел скрыть удивление, услышав от нее это. Но девочка-то не человек. Я не увидела здесь ничего странного. За тем рель не держала я. Девочка-то не держала. Да. я борьба с сайкорный темы камигами и но ниген но в кущу каншу айс изыкара умею кири хираку ниген но санка донна дурюк как так что вот асси но кого сица у силина сай Изо рта сам по себе выросл смех злорадства Однако ее лицо, изучавшее стойкую решительность, нисколечко не изменилось Ну да, это Ханю, которая уже с Рикой попутешествовала А затем с прищуром уставившись на меня, точнее показывая твердую собственную волю, девочка объявила мне Я не думал о себе, что волнуя вас, что вы не сможете улучшить И мне нужно было откровение Я поздно сильно улучшить все и огорчение Я живу прекрасно Но... ummer Это и тот, наше сердце Я сыворотка не знаю, что может быть ACЗУ А? Я и ВООО СПОКОЙ ДАСА Ведь таков нашего мира закон, сила желания воплощает то, чего хочешь в жизни. Я не могу, если вы не сможете стать на моем желании. Более. Если вы не сможете, если вы не сможете победить мой желание, то что человек не будет искать. И вот я недвусмысленно объявила войну божеству, начиная месть богам ради забавы, свалившим на меня кучу несчастей, и девочка божество услышала и приняла мой вызов. Я, по сравнению с тем, что она не белеет, и глаза у нее не меняются, я по-моему, ее дизайн был изменен, скажем так, в силовых сценах в аниме. У меня команда школьников. Я, Косака, до Кана у тебя нет шансов. Я, по сравнению с тем, что у меня нет шансов. Я, по сравнению с тем, что у меня нет шансов. Я, по сравнению с тем, что у меня нет шансов. У меня нет шансов, а я, по сравнению с тем, что у меня нет шансов. Таким образом, мы можем показать мощность на земле. И, когда у нас была мощность на земле, мы должны преодолеть эту мощность. голос по крайней мере приятно поменялось мне понравился бы немного подчеркнули визуально еще это да прикольно было фигня с этим что просто оставляли непонятки ну то есть слова оригинальные и если они типа какие-то сложные и понятные то их объяснял куда лишнюю а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Неужели Ханю преображение только в аниме придумали? О, мы закончили пролог, я та Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 я так понимаю всегда они другие и например давайте типа если определенной вероятностью происходят какие-то события и нужно сделать так чтобы все эти события вот нужно и те события прокнули весь одно событие не прокать типа неудача видимо такая логика а кстати дождь она говорила что погода может испортиться а я беспечно вытащил ее на прогулку как мужчина готов был провалиться на месте от стыда за свое дурацкое упорство что испортила и выходной сегодня ночью ехать обратно в столицу так что хиноминзао вновь увижу не скоро из-за таких мыслей я не пожелал проводить последний день здесь в дешевой экономической гостинице пригласил ее на прогулку я фото не может 1 некоторое время она посмеялась надо мной притворяясь негодующий негодующий она ведь не издевалась от забавы и особый особенный стиль общения казался мне весьма таки очаровательным пожалуй с каким с каких пор не знаю но я и пленен правда в ее глазах и не более чем инспектор из токио поэтому она относится ко мне благожелательно вовсе не потому что я нравлюсь ей как человек подумав так и немного загрустил уж не против ли воли утащил ее с собой пользуясь вышестоящим положением по службе лучше считать что легкий жар в котором я бросает от простуды или чего еще нет влюбленности все же она из тех кто прямо говорит когда и что-то не нравится она разумеется не говорит напрямую мне неприятно пользуюсь вместо него различными косвенными нам более чем понятными средствами вот почему хочется верить что пойти она согласилась за некоторые благосклонности ко мне мучимый мучимый такими вот себе любимыми мыслями тихонько потряс головой прилить того что так она захихихала будто бы знаешь что творится в моей душе я невольно пророзовел диран самов си менях таки тоукио дэва саду и джо сэй не мотали десер и на качи ваза мать а мы тоже не дайна у кашина у меня лицки от и красоты на кассе то у кашина на кашина на кашина так она сама十分魅力的 да мишу 僕みたいな男のために貴重な休日を裂いてもらったのが申し訳ない こと eram 何? 私は私にとっても大切な研究のために生涯を捕まったつもりだけど それだけじゃ 人生は潰うるおいがないもの たまには 頭を切り替えて遊ぶことも大事だし それに 異性とのコミュニケーションは能の活性にもとてもいいんだから как она сам за улыбалась и валенком груди громко стукнула я торопливо попытался заговорить и зубы надеюсь что то не заметит моего кажется до ушей покрасневшего лица что-то не так Что-то веселое видео. Поверьте, расскажите. В следующем году, я хочу вместе с тем, что вы делаете. Да, да. Я попробую немного попробовать, но если вы не знакомы, то можно купить новую камеру. Я вернусь в Токкио. Спасибо. В следующем году, вот здесь на сессин на хищу о ныне доноса сенька а на себе дара джироса митая него и канала он тони азии спокойно улыбкой от которой верила прохлады я красный до жарко пылающих шеи чешусь и затылок две полные противоположности впрочем не увлекайся не увлекся ли я сама копания кажется что так она сам вовсе не в тягость быть со мной она бы не зашла так далеко из одной светской училась учтивости а и что это я что это я забыл что ли просто дурацкую привычку принимать женскую вежливость за чистую монету и страдать потом обманувшись ты не можешь не нравится не обманывай что я не знаю как раз а и с у все и и и и и и Поэтому я не знаю. Если вы в ТОУКИО были занимались, как вы сейчас дали дать работу, то что вы выживали. А, ахахах. Я иногда показывал мне смысл, как вы-напрошли, как вы-напрошли, а я не делал. Я не делал их, но я не делал это. не солидарь его диму я на仕事 бакаре я на салит или на я а сам посмеялась по глупости с глазом такая беда приключилась и сады не тайной на у кого си о цикле сего то отец дата таки не и бенту на шашин сад и дэй а жмите камера на милёк учитанная камера не ва хто у сиаусе неする чекаря на салит а и по иптенда ротте омотел даракеда я поле хонто на са бока камера не пролил юрина хиби не сиаусе о канзи леон дам а а ха 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Конец записи